На планёрке в этой редакции каждый раз разное число репортеров. Ребята в том возрасте, когда поиск себя приветствуется, поэтому текучка кадров вполне оправдана. Ну а те, кто остаются, предлагают свои идеи и пробуют создавать новостной продукт. Следующий выпуск газеты, видеоролик, и я планирую выпустить челлендж. А ещё нужно наведаться на школьную кухню, снять материалы визиты нашей съёмочной группы. Как-никак, инфоповод. Для работы есть всё необходимое. В техническом плане ученической редакции могут позавидовать некоторые районные издания. Медиа-центром и младыми журналистами заправляет преподаватель истории Мария Куличкова. Пять лет назад, когда девушка приходила в Избердеевскую школу ещё в качестве ученицы, она уже была редактором газеты «Наше время». Сегодня и названия новые, и корреспонденты. Когда я выпустилась из школы, я перестала следить за историей школьной газеты. И в этом году получила диплом из Державинского института. И когда я пришла устраиваться, мне сказали, «Мария, медиа-центр твой». На что я ответила, «Ура!». У нас поменялось название. Это, наверное, один из важных фактов, потому что новый коллектив, новое поколение. Работа с текстом интересна не всем. Например, 10 класс приличает больше формат видео. Одна из задач на сегодня – снять пилотный выпуск программы «Школьные ревизоры». Сценарий популярной телепередачи воплощают прямо в пищеблоке. Повара уже успели привыкнуть к камерам и послушно принимают участие в съемках. Кстати, благодаря школьному медиа-центру интеллектуальный и культурный объем работает в обе стороны. Так что педагоги тоже не остаются за бортом медиаграмотности. «Когда создавали мы медиа-центр, мы хотели привлечь детей, чтобы они развивали свои коммуникативные, прежде всего, способности. Но так вышло, что они, дети, нас учат этому, потому что во всех этих приложениях они ориентируются лучше и быстрее, чем мы. Это они нам предлагают уже сейчас в медиа-центр создать какую-то программу в приложении «Войти ТикТок». Мы-то только знали, что у нас есть одноклассники, есть ВКонтакте, есть Фейсбук. То есть мы для взрослой аудитории новости показываем. А дети уже предлагают свою молодежную среду, в которой они общаются. Пока работа с новыми соцсетями налаживается, юные журналисты кооперативности стремятся в бумажном издании. В совместных потугах принтеры и Марии рождаются номера газеты «Осторожно, школа». Пока это восемь черно-белых полос. В планах выпускать и цветные варианты. Печатать, если честно, очень сложно, потому что принтер капризный. Мы ее ласково называем «Лариса». Она у нас женского пола, очень капризная. Ей нужен определенный ноутбук. Не всегда напечатать с этой программы. Ей то PDF нужно, то паблишер, то просто попрыгать, то погладить, то на какие-то кнопочки нажать. То есть каждый месяц у нас вот какая-то новая неприятность. А совсем скоро школьное издание еще и запестрит профессиональными снимками. Учитель математики Ольга Кучкова отлично ладит не только с числами, но и с цифровым фотоаппаратом. Руководство школы к увлечению молодого педагога равнодушным тоже не осталось. Ольге предложили передавать свои знания детям. Теперь девушка учит школьников выстраивать экспозицию и настраивать выдержку. Пока занятия идут в точке роста, однако юные дарования рамками учебного пространства не ограничены. Впереди пейзажные съемки. И решили, чтобы детям не было скучно, чтобы они очень много сейчас проводят время в виртуальном мире и фактически не обращают внимания вообще на окружающий мир. И посредством вот такого творческого объединения «Юный фотограф» мы с ними можем увидеть красоту природы вообще, красоту нашего мира, красоту отдельного человека. Через объектив. Поэтому я считаю, что сейчас фотография очень модна. Все ведут Инстаграм, Контакт, везде все загружают. И мы с ним будем учиться делать это правильно. Ежедневно по долгу службы мне приходится задавать десятки вопросов на разные темы своим респондентам. Сегодня впервые в жизни мне самой придется дать интервью. Я очень жутко волнуюсь. Ну что ж, коллеги, давайте начинать. Я Дикборг Елизавета, учащий 10-й В-класс. Хочу задать вам вопрос. Какие профессиональные рекомендации вы можете дать тем, кто хочет дальше продвигаться в вашей сфере? Придумать хороший вариант в нашем деле – половина успеха. И у ребят уже сейчас это отлично получается. Так что всмотритесь в эти лица повнимательнее. Велика вероятность, что в ближайшем будущем кто-то из них станет вашим любимым блогером, звездой Ютуба или телеэкрана. Марина Корякина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.